привет друзья с вами я роман гарелик это вторая серия нашего дизайн сериала кейс мы сегодня определимся с темой точнее но я уже на самом деле определился и обосную почему я придется в основной урок вообще этот видос будет посвящен тому как мы собираем контент то есть второй шаг первый шаг мы определили с темой теперь нам нужно забрать весь контент потом чтобы переходить уже концептуальному какому-то мышлению давайте собственно начинать здесь у нас представлены финалисты как вата мэллоу чайка и шу надеюсь я правильно произношу ну здесь будет шу пишется как шу вот в чем у меня и как бы были сомнения по поводу шум точнее я больше всего хотел поработать шу но и у меня остаются сомнения они такого порядка что я на самом деле может быть и передумывающих посмотрим что будет в третьей серии потому что я подумал что все таки скорее всего я возьму мэллоу по простой причине что как вата выглядит симпатично но мне не нравится их логотип он у них часто крупный он выглядит не стильно это будет бросаться в глаза а я хотел переделать их логотип потому что но он вообще никуда не годится у них есть плюс то что сайт но такой себе сама одежда классная фотки классные но вот этот логотип он нам все портит поэтому мы от как ваты избавляемся чайка интересный проект потому что много различных фотографий различных ракурсов такая симпатичная система ничего сказать в минус не могу но у меня есть то есть они все выделяются в этом плане втроем но вот по поводу мэллу и шу у меня есть серьезные как бы плюсы на в их сторону и я не могу на самом деле вот до сих пор я вот решил сейчас чтобы про мэллу буду говорить но вот я смотрю на шу и думаю блин ну может быть все таки шу не могу правда определиться что делать то есть в чем мне нравится мэллу тем что сами модели сама одежда крайне выразительно вот здесь она просто симпатичная хорошая хорошо снята симпатичная одежда симпатичные модели все как бы так естественно а у мэллу есть вот этот свой стиль вот эти кимоно белый фон отличная отличная обработка этот минимализм такое и строгость вроде бы и расслабленность одновременно модели хорошо подобраны мне очень захватывает мэллу в том плане что эффект от этого кейса до когда люди будут смотреть этот кейс часть эффектности до которую мы сможем произвести на нашего зрителя мы можем черпать из вот этих фотографий из вот этого стиля не просто нашим дизайном а еще и вот этим контентом он не просто хороший он еще и реально эффектный интересный поэтому мне показалось что это вот крутая идея и вот по поводу чайку мы закрываем по поводу шу шук чем классно тем что это может быть очень минималистичный очень концептуальный проект очень с концептуальной сеткой мы будем работать на примере с мэллу а вы уже но там какой выберите такой выберите на вы повторяете просто за мной что я делаю чтобы прийти к кейсу что нам нужно нам нужно перейти на главную страничку я тут создал файлик фигме я вам потом дам ссылочку вы сможете заходить смотреть что здесь происходит как здесь все работает как вьювер и посмотреть как я работаю и тому подобное здесь у нас главная страничка и что мы делаем мы используем такой плагин называется go full page он сейчас нам сфоткает все что здесь есть отлично нажимаем просто команды идем сюда здесь у нас есть такой плагин big что-то там big и мэйдж инсэр big и мэйдж а он нам так не сделает нет он так не сделает ладно сохраним сэйфе и мэйдж ас и так вот загрузилась наша главная страничка можем посмотреть качество не упало нас он создал его из двух изображений единственное но нам наверно все-таки у меня здесь стоит какое-то разрешение большое вот он в 4000 пикселей в ширину скриншот вот как делал в оригинале давайте его уменьшим нам нужно 1920 сделаем ну чтоб качество было без изменений хорошо так и теперь нам нужно повторить эту операцию с остальными страничками здесь я ускорюсь и и и Редактор субтитров А.Семкин Итак, мы закончили экспортировать наше изображение. Здесь у меня получилось 1, 2, 3, по-моему, 9 должно быть. 9, да, 9 слоев, 9 изображений, 9 страниц. Вполне неплохо. Я думаю, что это еще один плюс к Mellow, потому что... Точнее, и плюс, как бы и минус. Тут смотрите тоже сами. Если мало страничек, а у вас времени много и потенциала много, и как бы вы хотите сделать что-то очень необычное, то Mellow, конечно, весьма ограниченный сайт, потому что здесь не так много, где можно разгуляться. Да, здесь есть разные разделы по категории товаров. Но, в принципе, здесь как бы важные странички. Это у нас главное. Потом идет у нас каталог. На что мы обратим больше всего внимания? карточка товара, корзина, конечно же. Здесь у нас какой-то блок. Ну, дальше они очень типовые странички. Блок, возврат. Что-то такое условие возврата и обмена. Доставка, контакты. Блок. Ну, какая-то информация. А это о бренде. Ну, тоже важная страничка. По факту нам нужно сосредоточиться вот на вот этих пяти страничках. Потом это уже как по бочке выделится. И в этом плане шу, конечно, чуть-чуть выигрывает, потому что там больше страничек, там больше разных товаров, что можно, ну, как бы там накрутить. Но я, наверное, остановлюсь на Mellow, потому что в первом самом видео я сказал, что нам нужно делать что-то попроще, чтобы дойти и сделать быстрее кейс. Чтобы он был уже готов в кратчайшие сроки и был качественным и интересным. Сделаем кейс, поймем, что это не страшно. Можем сделать еще. Возьмем шу в разработку. Вот так вот мы и поступим. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Мы здесь сейчас будем делать описание. Так, сегодня я пишу на русском, на английском. Главное, что у нас вот есть. Главная страничка. Нам нужно сделать здесь описание самой функционала самой странички и выписать весь контент и функционал каждого экрана. Я сейчас сделаю для странички и для этого экрана, и потом также ускоренно все это повторю. Так, главное здесь мы возьмем... 32. Коллекции, не помню, с двумя я на английском. точно с двумя такс главный экран с как развилка с баннерами основных коллекций да что мы здесь видим есть навигация по сайту поиск и корзин три у нас коллекции подвал с дополнительной навигацией что там по моему соцсети до соцсети контакты и подпиской заполнительной навигацией соцсетями контактами и подпиской все это что касается главной странички теперь давайте сделаем тоже самое только по каждому экрану теперь у нас и функционал и что мы здесь видим здесь у нас получается главный экран он у нас ничем не отличаются они все три главных экрана можно сказать слайдер из баннеров актуальных коллекций по тексту что у нас mellow потом ставим просто enter сейчас не заморачиваемся создание новых текстовых слоев магазин доставка бренде контакты поиск корзина так это что касается у нас менюшки далее у нас здесь можно по идее даже перейти на сам сайт и скопировать так будет гораздо проще чем руками это все дело переписывать заберем не забирает вот так вот мы сделаем ставим сюда здесь у нас опа ссылка нам нужно все это дело грохнуть чтобы не было никаких ссылок убрать все стили убрать там уже с вами написали daily information так это у нас следующая получается коллекция lounge а ну вот англос что такое англос а это название вот так вот получается будет потом блока бренде политика доставка реквизиты так это мы уберем это мы тоже уберем все таким образом у нас идет описание все но я по идее вот у нас то вот таким образом можно поставить контент отсюда на соцсети можно написать можно написать потом уже в дизайне мы посмотрим как это сделать и теперь все это мне нужно повторить с остальными страничками но тут опять ускоренный режим работы и все и 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 итак я сделал выжимку контента из того что у нас здесь есть на страничке описал функционал на самом деле с магазинами чуть проще до чем если бы это был бы какой-то сервис какой-то корпоративный сайт здесь у меня практически не было записи о функционале это очень важный момент и я его сейчас буду ну как бы заново описывать почему по чуть-чуть вот для следующего этапа следующий этап будет составить некую карту сайта из того что здесь есть вообще по идее нам нужно и на курсе мы этим занимаемся здесь вот как как раз в укороченной версии получится ну мы не будем этим заниматься мы занимаемся еще переосмыслением самого сайта здесь переосмыслять практически нечего на на курсе вот на композиции на науки тоже мы занимаемся тем что мы составили карту выписали весь функционал и потом на основе флоу нашего юзера нашего пользователя не просто делаем дизайн лучше а еще и возможно с порядок блоков наполнение странички может быть какие-то странички мы объединяем какие-то разъединяем и тому подобное на это стоит возможно в вашем случае обратить на это внимание в здесь этого делать но мне не придется переосмыслять особо нечего здесь но не так много информации я еще объединил несколько страничек на что вижу что они абсолютно типовые то есть найдя решение для там доставки и оплаты там по моему и какого-то блога на для блога и для доставки это одинаковые странички для карты контакты и информацию об оплате это тоже абсолютно две одинаковые странички с одинаковыми настройками и и все поэтому мы перейдем к следующему функционалу от которого мы перейдем к третьему уже к 3 серии сбору референсов то есть у нас будет функционал и мы будем опираться не на композиционные решения которые мы видим на этом сайте мы будем исходить от функционала который нам нужен на что у нас там есть например текст и картинка карточки товаров плитка с товарами и тому подобное и вот так мы будем искать референсы уже несмотря на старый дизайн сайта мы заберем мы для этого выписали весь контент чтобы просто не смотреть на старый дизайн чтобы он для нас не был как бы точкой ориентира до чего мы уху отходим на на что мы поглядываем когда мы что-то изменяем нет мы будем создавать чисто новый проект где у нас просто есть текст есть карта сайта и все как будто с нуля погнали я возьму вот этот заголовок главное и здесь давайте сделаем следующее меню logo много навигация корзина делаем это таким образом далее у нас идет слайдер с коллекцией и здесь возможно это будет не просто 3 вот в таком формате может быть мы придумаем сюда что-то еще с вами поэтому слайдер с коллекцией и сейчас у нас подвал вот по идее переосмысление проекта это и есть вот например под подумать над главной страничкой что еще мы сюда можем стать я сейчас эти делать не буду по ходу поиска референсов я может найду что то что сюда вставить возможно сюда можно было бы сделать а главное слайдер с коллекциями как магазине сюда можно поставить по идее ну давайте кстати сразу и сделаем слайдер с коллекцией топ продаж топ продаж и категории сразу какие-то топовые категории или может быть что-то под категории какие-то вот здесь селс какой-то бабло скоро в продаже там подарочный сертификат кстати вот тоже аксессуары что-то подобное да то здесь можно о подарочном сертификате сразу сказать категории ударочный сертификат тоже наверное думаю стоит на главной страничке про это про все сказать мы это все определим в авто лаут все это тоже объединив авто лаут возьмем обводку сделаем 30 25 все вот наша главная страничка и здесь я даже наверное неправильно сделал получается да нам нужно по-другому сделать мы возьмем главное меню logo навигация это один у нас такой вот блок дальше у нас идет и хера блок так хера блок формации коллекции хорошо дальше у нас идет топ продаж категории на ручный сертификат и подвал давайте наверно сделаем еще какой-нибудь описание для этого подвала сделаем так и что у нас там было вот так вот скопируем сюда фил контент ну вот таким образом контейнер окей контенцию подарочный сертификат заголовок изображением и и кнопкой купить категории что у нас категориях 4-4-6 категорий товаров топ-продаж несколько товаров ну здесь вроде бы все вот таким образом мы сделали описание главной страничке и на этом мы будем ориентироваться когда будем искать референсы для каждого этого блока теперь я снова все это дело ускорю и буду составлять эту карту в следующем году итак наша карта сайта готова на этом собственно этот урок заканчивается мы собрали всю информацию мы сделали карту сайта у меня это заняло примерно около 50 минут можно разбить это на два дня эту задачу если у вас ну мало времени может быть у вас получится это быстрее внуши тут пока камеру переключал пока то пока все в общем вот у меня что у меня получилось я не сильно сейчас заморачиваться как-то с оформлением всего всех этих авто лаутов и тому подобное вот главный каталог карточка товара корзина бренде блок и доставку и решил разделить сделать немножко по-человечески доставка контакты на этом в принципе урок закончен что будет следующем видео не урок серия на решение это не урок в следующем видео мы поговорим о том как вычленить концепцию сайта нам нужно будет описать концепцию сайта вы ты вытащить смыслы из этого сайта чтобы мы эти смыслы смогли облачить в новую форму то есть мы отвечали на вопрос почему у нас тут такая композиция такие шрифты цвета и тому подобное нам нужно ответы на эти вопросы мы что-то достанем я что-то почитаю может быть поищу какие-то интервью с создателями этого этой марки одежды что они в этого все вкладывают что-то может быть от себя придумают на тот же чат g5 попрошу вот опишу ему задачу и чтобы он на мне написал будто он заказчик этого проекта и собственно мы будем работать с референсами будем под каждую вот эту карточку которую мы создали с вами искать референсы я покажу как я это делаю как я составляю модборд и мы пойдем дальше на этом у меня все друзья действуйте осознанно смотрите сериал и повторяйте за мной чё просто смотреть давайте вместе делать тоже кейс жду вас на наших youtube каналах инстаграмах телеграмах подписывайтесь ставьте лайки обязательно чтобы не пропускать новую серию но я с вами прощаюсь действуйте осознанно пока